Богатые люди не завидуют богатым людям. Они типа радуются, чему-то учатся, понимаешь. Кое-чему у маэстро Палагина можно научиться. Я приготовил для вас 10 фишек из его битов, ведь все мы тут хотим стать богатыми. И самое первое, это простота с изюминкой. Сейчас поясню. Вот простое пианино и простые два аккорда. Ре минор, соль минор. Это прогрессия 1, 4 в тональности ДМ, то есть Ре минор. Сначала сыграем первую ступень, потом четвертую ступень, потом снова первую ступень. И вместо того, чтобы снова играть четвертую ступень, мы сыграем снова первую, но басовую нотку мы сместим на ноту Ля. И вот эту нотку мы переместим на шажочек вниз, чтобы получить СУС-2 аккорд. И это будет нашей изюминкой. В пианороле это будет выглядеть вот так. Еще можем организовать вот, например, такой заходик. Если нам и этого мало, то средние нотки мы можем задрать на октаву вверх и сыграть их, например, вот так вот чуть попозже. А, уже интереснее. И не просто, а еще и нотку добавим. Ага. Ну и наверху сыграем какую-нибудь мелодию. Главное, чтобы она была простой и ритмической. Ну и, конечно же, не забываем про фаршлаги. Палагин уже так часто используют фаршлаги, что его можно называть фаршлаген. Если вы записываете мелодию поверх существующей, нажимаете вот эту кнопку. И если такая мелодия есть у Палагина, то в конце она чуть-чуть изменится всегда. Изюминка, не забывайте. Готово. И че я там в начале про простоту говорил, вы не помните? А если вы вдруг не знаете, кто такой Палагин, то это продюсер, который повлиял на каждого битмейкера в ру-сегменте. Почему я так решил? Ну смотрите, вот четыре трека. И всю эту музыку написал Палагин? Нет. Тему Интерстеллара написал Ханс Циммер. А остальные три бита написал Палагин. Если посмотреть его кредиты на Genius, то вы скорее устанете крутить колесом мышки, чем дойдете до конца списка. Он работал в поп-жанре, трэп-жанре, дрил-жанре и, конечно же, кринс-жанре. Синц-2014 он поставщик простых, но ужасно заедающих в голове мелодий. И 100%, пока я буду снимать и монтировать этот видос, он напишет еще 150 битов, и треки на 75 из них точно повисят в чарте какое-то время. В его голове рождается так много музла, что ему пришлось заказать блинк с его фамилией, чтобы он всегда мог вспомнить, кто он, если забудет во время очередной 20-часовой студийной сессии. Потому что я никак иначе не могу объяснить его чудовищную продуктивность. Средний битмейкер за всю жизнь напишет битов меньше, чем половина кредитцев Палагина. Ну или у него есть несколько клонов, а то как-то сильно по-разному он всегда выглядит. Еще Палагин обожает ресэмплы, реверсы, ну и, наверное, тональность ре. И именно такую ресэмпленную реверсную атмосферку мы сейчас замутим с мелотроном. Копируем аккордики с фортепиано. И если мы хотим заресэмплить это и реверснуть, жмем Alt-Y, чтобы они прямо в пианороле развернулись, чтобы нам не пришлось перерасставлять их потом в плейлисте. В плейлисте выделяем Ctrl-Alt-C, реверсим. Чтобы звук стал поинтереснее, нам нужен Half-Time, Reels для зажевывания. И сразу после этого GHS Ensemble. И довольно много низа, нам нужно прибрать фильтром. Офигенный заднеплановый звук. А как это классно звучит, если на фортепиано накинуть Half-Time. Третья фишка, это как бы странно не звучало, вкусняшки наверху. Это всякие акцентные комплементарные звучки, которые не должны к себе слишком много внимания привлекать. Они скорее должны служить просто украшением бита. Типа вот такого мягкого лида. Естественно, с форшлагом. Еще можно добавить вот такой супервысокий звук. Чтобы он был очень далеко за счет ревера. Очень тихий, очень далекий. Вот он немножко гуляет по панораме. Вот таким он должен быть. Четвертая фишка, это не совсем фишка Палагина. Это просто стандарт. Иногда на заднем плане нужен заполняющий пэт. Я выберу вот такой вот пэт с дичайшей атакой. Играет он, естественно, по аккордам фортепиано. И очень красиво заполняет. А еще Палагин, по-моему, немножко занялся самоповторами. С начала его сотрудничества с Лишером и Бугати Мьюзик, его работы стали значительно более однотипными, чем до этого. Самое-самое. 360. И даже на Чили на Расслабоне. Очень разные работы, по которым можно проследить творческий рост Влада. Но после Last One и даже частично на нем, Палагин как будто бы сам на Расслабоне на Чили запустил конвейер совершенно точно неплохих, но однотипных битов. Мне очень нравится трек «Шейх», но если выкинуть из него голосовой сэмпл, то бит «Здравствуйте» будет звучать креативнее. А про B.I.D. я вообще молчу. Примеры на дрил-битах, потому что сам Палагин как будто бы их любит сильнее, чем остальные. Но даже в трэп-битах есть какая-то стагнация. И это при том, что Влад один из лидеров индустрии. В Ру-сегменте не так уж много продюсеров, которых также хорошо знают и, что важнее, также любят. Но самоповтор – это совсем не то, что поднимает градус любви к артисту. И лично я очень хотел бы услышать что-то такое свежее, чтобы меня снесло так же, как от B.I.D. в 2019-м. А если вы со мной согласны или не согласны, то жду вас в комментариях. Пятая фишка – это трэп ударные, которые должны качать, но не нужно их усложнять. Почти. Хэты могут играть просто вот так. Пониже еще. Вот так. Только можно сделать пару простейших ускорений. Ну и еще вот тут, например. Вот так. А на втором хэте мы уже можем немножко развернуться с ускоряшками. Например, сделать вот так. Чуть-чуть пониже. И здесь сделаем ему продолжение. Потом как-нибудь вот так вот. Ускорения не должно быть слишком много, но они должны немножко разбавлять. Клэп супер традиционно. Ритм снар как-то вот так, то есть тоже попроще. На кике тоже что-нибудь традиционное. Так вот, так вот. И, например, вот так вот. Что-то подобное было в его треке Непрада. Бас будет играть практически по кику и по нотам аккорда. Потом вот эти заходики будут с нотки Е. Типа так. Ничего лишнего, но все на своих местах. И можем теперь добавить каких-нибудь прикольщиков. Типа, в первых, в котором Палагин считает свои деньги. Крэшик в начале. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, то по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. И шестая особенность его битов это гитара. Она просто должна быть. Ну или In Memorium. Одно из двух точно должно быть. Гитара будет играть тот же аккорд, только эта нотка уходит наверх. И такой вот переборчик. И здесь будет перебор по тем же ноткам, просто в другом порядке. Да, на октаву ниже лучше. Да. И здесь будет не перебор, а будет трэн-тан. Аккордик такой, типа бой. Отлично. И здесь будет уже ля-а-а-е. Да. И здесь будет е-е-е. Чтобы гитара стала поинтереснее, можем накинуть на нее портал. Есть пресетик, который мне нравится. Да, он называется. Вот такие дрожжания добавляет. Вот этого достаточно. Седьмую особенность мы слышим не в каждом бите, но все же. Голосовой сэмпл. Его нужно просто запитчить. Он на C-шарп, так что поднимаем всего на 100 центов. И можем растянуть. Вот это я не знаю, куда мне использовать, так что я не буду использовать, а возьму только вот этот заходик. Их можно найти на Лупермане, на Сплайсе, просто в каких-то паках. Вот добавляешь и сразу плюс 100 к атмосфере. По-моему, оно стоит того. И хоть это не разбор, но в этот раз вы сможете скачать этот проект, этого бита, который получится в финале этого видео, в моем телеграм-канале, как только это видео наберет 3500 лайков. Так что поставьте лайк этому видосу, и уже очень скоро вы сможете скачать этот проект и поковыряться в нем самостоятельно. Восьмая фишка – это структура и прикольчики. Инструменты точно не должны звучать все разом. Например, гитару и пианино точно нужно разнести. А во вступлении пианино может играть вот так, а в основной части уже через халфтайм и фильтр. А еще в последнем такте вступления можно сделать какой-нибудь шбум-бах. Вот какой-то вот такой пачки райзов нам, наверное, хватит. Вот так и вот так, например. Вот. Вот такие штучки по логинам тоже используют. И потом начнется кусок с гитарой. Еще во вступлении точно нужен пэт-бас. Сперва он будет играть просто по ноткам аккордов. Потом вот тут какой-нибудь небольшой заходик, например, «Е». А вот тут уже какие-нибудь приколы должны начаться. И далее используется какой-нибудь обычный райзер. Ну или можно еще какой-нибудь стомпик пахнуть, почему бы и нет. Да, да, да. А девятая фишка – это замедление. Просто берем наш биток, ресэмплим его в ВАВ, естественно, без 808-го. И буквально растягиваем в два раза. Подкидываем еще пэт-бас. Еще можно взять воксик, сделать его уникальным. И опустить на октаву вниз. И вот мы получили офигенный бридж. Еще, конечно, что-нибудь фильтром можно прикрыть, но это опция уже. Потом снова какой-нибудь райзер. Обычный паттерн. И снова переход на вот эту начальную часть. На этом бы я остановился, если бы во время монтажа не искал кусочки для вставок и не увидел бы вот этот фрагмент видео. И погнали. Это просто обязано быть в бите. Вырезал его из видоса. Затюнил его в Ньютоне. Растянул. И закинул все атмосферные эффекты, которые у меня только есть. Главная магия – это Little Outer Boys с формантом и нудро. Десятая фишка – это собранное звучание ударных. Тут я сделал это очень просто. На группе ударных Saturn, вот с такими настройками. J37 с моим любимым пресетом, на котором нужно убавить noise level. Потом есть посыл с ревером. И посыл с параллельным дисторшном. Все это собирается потом на этот канал. Если это все убрать. Главное, что эта обработка абсолютно незамысловатая. Вот такой вот дефолтный бит по лагину получился. Если вам кажется, что он похож на его звучание, можете написать об этом в комментариях. Или отправить этот видос по лагину, чтобы он сам пришел и отозвался. Как вообще? Ну как вообще? Похоже или не похоже? И конечно, поставьте лайк этому видосу, если он вам понравился. Или вам понравился биток. И снова напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу WFL Studio 20 от А до Я, который отлично подойдет новичкам. Узнать о нем подробнее можно у меня. Ссылочка в описании. Напишите мне прямо сейчас. И конечно, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Потому что если вам понравился ролик, то самое время подписаться. И на этом все. С вами был Стас Гарф. Продукт пока. Буду ждать вас в следующем видосе. Продукт пока.